друзья всем привет время 10 часов даже где фокус то эй не хочет ладно поверьте на слово время 10 часов начинаем прямой эфир вчера поздно вечером что-то пришла в голую мысль они пообщаться ли нам с вами немного отвечу на ваши вопросы и расскажу про интересную модель от компании сейка это новый присаж сейчас уже 5 или 6 моделей даже есть данных часов и знаете это такая классика которая может быть даже пришла на смену модели сейка сарба конечно очень их выпуклый софир вам это еще расскажу это часы на смену пришли модели сейка сарба 033 и реально имеют шанс стать классическими повседневными часами такими же успешными как и модель к сейка сарба 033 и так что что здесь в них есть что я вам хочу про них рассказать сколько миллиметров диаметр сейчас дойдем часа все расскажу диаметр 41 миллиметр кстати и так это сталь начнем с того что это стали то механика 4r 35 то есть тот калибр который в общем-то давно проверен уже и многие его хвалят даже говорят что в повседневке лучше чем 6r15 более дорогой сложно сказать у него допуск плюс 45 минус 25 секунд сутки насколько помню поэтому то есть часы могут конечно эти точно могут идти хорошо все как положено но не забывайте что допуски тоже не просто так пишется почему так вот плохой фокус на ютюбе браслет как ориен старт да в принципе да единственное наверное у ориен старт пожалуйста обзор в титане алексей но сейчас мы пока про сейка поговорим они встали по поводу браслета браслет неплохой браслет мягкий ориен старт браслет по тверже погрубее будет здесь он смотрите вот такой уж ходуном ходит то есть браслет очень мягкий смотрите как загинается но я не скажу что есть прям просветы между звеньями хотя в общем то они в общем то они принципе есть но не критично это не видно застежка по типу швейцарского замка то есть в закрытом состоянии ее не видно и ничем она не выделяется служит как бы продолжением замка задняя крышка прозрачная стекло минеральная дмитрий спрашивает реально ли еще купить ориент в из-за которые тебя были на обзоре а какие именно ретрограды синие или что именно нужно уточниться потому что вы за серия была очень большущая значит задняя крышка это минеральное стекло hardlix видно работа механизма полностью ну естественно как всегда никакой декорации немного ротор желтой и все водозащита здесь друзья 100 метров между прочим в сарп 033 ой простите человек говорит а вот защита здесь 30 метров а внутри этих было 50 метров но я не думаю что они вас протекут если вы например в офис одеваете то есть каждодневное мытье рук они выдержат сто процентов точно по поводу циферблата он здесь не совсем обычный прикрывает его выпукло стекло она очень вликует очень сильно в жизни этих бликов но не так хорошо видно как на картинке как и не пытался но бликов очень много и почему youtube не умеет фокусироваться что за ерунда такая как же мне вам показать если попробовать тыкнуть на экран вот что-то получилось смотрите друзья здесь есть сейчас потрясется немного здесь есть некий такой рисунок что-то вроде елочки дамирка латыпов на природе да на травке просто присел на самом деле в тенечке по деревом дома снимать надоело погода хорошая можно немного на травке подышать да согласен круто вот смотрите по поводу циферблата он такой сделан под елочку смотрите я думаю вам видно то есть гильошир неопределенно есть метки накладные стрелки серебро метки серебро стальные накладная накладной значок сейка присаж автоматик нарисованы и окошко даты никакой рамки в общем то здесь нет 4 r35 стандартный показатели ходы стандартные все как положено то есть никакого декорирования ничего там вот у нового цейка не придумала на руке часы сидят нормально сейчас вам покажу на правой руке на левом не свои часы смотрите размер небольшой размер сейчас мы дойдем по цифрам 41 миллиметр диаметр то есть подходит всем саг 097 просит алексей хорошо алексей подумаем подумаем так один вопрос я пропустил сюда секундочку строчку сделаю так римские цифры как-то не очень и бы лучше метки ну метки были в сарбах да не могут же наверно делать то же самое но кстати вышли еще новые часы показать вам сейчас их смогу на телефоне я думаю давайте вот так сделаю вышли другие модели с интересным циферблатом здесь у нас кстати подложка это же шоке такие вот прикольные трансформеры сотрудничестве с трансформерами сделаны в из 2071 диджей не дмитрий их уже не купить к сожалению все сняты с производства их нет по поводу трансформеров эта модель будет на обзоре я и выделил отдельный ролик скажем так prime time такой да то есть они будут эти часы и можно будет смотреть полный обзор а по поводу сейка друзья смотрите есть модель к сари 141 в синем циферблате также есть белом и сейчас я вам покажу как они выглядят смотрите есть в синим 141 139 белом и на ремешке 142 здесь очень необычный циферблат он сделан по типу ну по типу бумаги что ли да как например более дорогих часах так не хочет сейчас я вам покажу здесь вот есть картинка какие перелеснуть то вот она вот она картинка вам видно я думаю циферблат то есть он сделан по типу скомканной такой бумаги выглядит очень красиво если вы хотите именно метки то могу рекомендовать вот эти часы есть также с метками по поводу того почему не шестер 15 а 435 здесь ответ простой потому что часы стоят 55 тысяч японских иен это официальная цена то есть за вот эту модельку sarx 055 the best да алексей но они стоят в два раза с небольшим дороже не каждый может себе позволить вот эти часы реально купить за 30 тысяч российских рублей и здесь есть все здесь есть нормальный стальной браслет сапфировое стекло даже выпуклое даже с антибликом но поскольку она выпуклая блики все равно ловит хорошо женя желает удачи в развитии канала спасибо евгений вам всего хорошего по жизни также желает канал тик так мир и лично я вам этого желаю по поводу цены стоят они примерно 30 тысяч рублей то есть это что-то вроде уровня тесо такого да не дорогого нормальные повседневные часы с апфиром с неплохим механизмом с хорошим браслетом так юрий пока ты здесь не мог бы ты сделать обзор citizen nighthawk давно на них глаз положил те которые синие blue angels можно можно в принципе да так вот касательно этой модели часы я считаю хорошие сейчас мы технически еще про них поговорим я вам расскажу подробно но я считаю что часы хорошие и они реально могут быть вашим повседневным спутником показать что что-нибудь хоть было видно похоже теплики то ладно пусть так будет часы могут стать вашим спутником каждодневным в офис на работу без проблем 30000 рублей сапфир сталь и механика так на их об черные так они снятся производства их уже давно нету поэтому скорее всего мы их не наздем не найдем дамирка это вам ответ характеристики механика 435 запас хода около 40 часов механизм на двадцати трех рубиновых камнях корпус браслет не ржавеющая сталь никакого покрытия здесь вот царапин естественно нет стекло сапфировая с антибликовым покрытием задняя крышка прозрачная вам это показал harlex минеральное стекло естественно здесь есть самая простая антимагнитность водозащита 30 метров и по размерам диаметр 40 на целое семь десятых миллиметров так алексей вопрос вижу чуть позже скажу обзор кстати есть по ним толщина часов сайка один целых 70 миллиметров высота 48 миллиметров и вес порядка 127 грамм то есть часы не считается маленькими они может быть даже считается крупными потому что японцев крупных часов как таковых не бывает и что важно они сделаны в японии это внутрияпонская модель и производится нам японии почему 30 метров а не 100 возможно потому что со 100 метрами и уже на шестер 15 идут более дорогие модели которые стоят по 70 по 75 по 80 и далее тысячи японских иен их соответственно можно продать дороже но вы не расстраивайтесь что здесь всего лишь как вы говорите 30 метров руки помыть хватит хватит ну что еще собственно надо еще раз покажу для вновь прибывших сербат надеюсь получится он здесь красивый геляшированный и очень плохо фоткается вы даже в интернете если начнете смотреть эти часы фотографии очень сложно разглядеть серблат красоту потому что бликов очень много но я думаю вам должно быть видно эти часы совсем не интересно ни в чем нормы спасибо ваше мнение принято но кому-то кому-то вполне возможно повседневная механика недорогая будет нужно и собственно вот эти часы здесь есть а кто-то где бы взял так юра что думаешь но уже шок монокок монокок а что лучше только честно механика ликвард сейчас отвечу первый вопрос задал алексей по поводу так стоит купить кисл сап винтаж вопрос принят чуть позже отвечу по поводу океанус новых двухсотых обзор на них был сравнение соткой было мое мнение простое часы отличные часы супер тем кто хотел хороший повседневник на стали рекомендую брать то есть новый т 200 за где-то 33 35 тысяч рублей они просто шикарные я бы их сам носил если мне нужен был стандартный трехстрелочник сапфиром то есть вот все в них отлично рекомендую брать даже не думать если тем более не нравится титан не нравится с 100 из-за его веса то берите т 200 не пожалеете точно по поводу кисл сап тисл это корейцы которые делают часы в китае вроде бы как с афиром даже мне были на обзоре часы с керамическим безем который приехал ко мне поцарапанным поэтому я в их качество не верю если хотите выкинуть 200 долларов но выкидывайте ну как-то так так по поводу по поводу вопросов значит пролистая что тут у нас есть кварц или монокок я ношу кварц вот мой кварц касио океанус с 4000 лимитка очень нравится до этого у меня также был кварцевый джишок мрг и очень давно мне было механика с механикой много проблем недорогая механика это плохая точность это может быть какие-то проблемы если вы где-то ударить еще что-то сделаете я считаю что механику лучше покупать типа роликса или мега то есть знаковая вещь как например если вы хотите городской спорткар то это pors 911 это без вариантов да то же самое если вы хотите себе хорошую механику накопите купите хорошие часы вроде омеги пусть даже не будет был во всем остальном я бы взял кварц так вопросы следующий смотрим числа сапи ответил не кажется ли вам что свисы сделаны качестве чем японцы за ту же цену например сертина ds1 несколько более дорогие сиди за мастер вы знаете а мне кажется что швейцария хуже за свою цену чем японцы за те же деньги потому что швейцария принципе механизмом вообще не удивляет качеством корпуса ну сертина от про мастер точно ничем не отличается тем более в лучшую сторону вообще все часы скажем так до 50 тысяч рублей они сделаны примерно одинаково потому что что-то выдумать очень сложно но если мы берем например мы с вами берем citizen то это покрытие от сарапин дюротек то есть на сертина этого не будет да это неплохое качество титана выпуклый сапфир отличный механизм который на котором на сертина в общем-то нет можем рассмотреть другой пример лонжи нас и ашпи по-моему или в и пиаш те которые 10 секунд год дают до механизм прикольный сами по себе честно настолько колхозные что им красная цена на 30000 рублей это никак не премиум это ну вообще в руки их брать не хочется то есть японцы за те же деньги со своим вечным календарем и теперь уже можно даже выбрать механизмы на bluetooth они дают намного больше на самом деле они дают гораздо больше у меня кстати еще с собой есть одни часы я на сейчас покажу если вам не зашли сейка давайте вам покажу но это обзором не будет это будет так легкий предобзор у меня есть смарт часы от cassio те которые w sd f30 кстати говоря их еще толком не успел потестить слишком много времени это занимает но вот есть у меня такая моделька они из gps и на улице даже ловит я вам сейчас покажу в связке с телефоном как они работают кстати снимая на тот телефон с которым они соединятся даже интересно что у нас с вами получится они находятся скажем так выключим состояние то есть это режим ожидания не знаю если батарейка села то я их просто не включу сейчас мы с вами проверим я пока не понял по автономности как они работают нет друзья батарейка села я значит забыл выключить последний раз и тогда скажу в двух словах что в этих часах есть несколько режимов есть режим сохранения энергии вы его включаете и включается черный экран из черного экрана можно выйти когда в нижней части экрана написано например 15 это значит что заряд батареи вас 15 процентов и вы можете выйти по работе с этими часами но когда заряд здесь не указывается то значит заряд настолько минимальный что они работают в черно-белом режиме и в таком режиме они способны проработать около недели судя по моим тестам то есть о чем это говорит что вы носите смарт часы пользуйтесь ими вайбер и ватсап и карты туда-сюда все что угодно делаете используете и например вы куда-нибудь уехали забыли зарядку она здесь своя магнитная держится кстати неплохо сейчас это также продемонстрирую это мне было кабелек вот смотрите такой кабель блок питания подключаем и вот так вот чик магнитная зарядка ну как бы держится если потрясти может быть даже упадет но если сильно потрясти до упадет но в принципе держится то есть у него на свой кабель зарядный если вы куда-то поехали без зарядки и часы у вас выключились то без времени вы не останете не останетесь то есть в данном вот режиме черно-белом читаемость отличная извините часы способны проработать порядка недели то есть но без времени вы не останетесь а так здесь свой он настроен gps есть есть свои карты есть можно загружать и смотреть как это все работает чуть позже вам расскажу часы мне понравились но не к сожалению мне большеватые сейчас вам покажу моя рука 17 сантиметров правильного вот таким образом но немного большие были чуть поменьше на перчатке можете смотрится но были чуть поменьше я бы себе взял неплохая модель эти друзья вопросы если вопросов не будем будем закругляться я планирую примерно 20-30 минут общения но если вопросов нет то собственно для вопросов нет по поводу сейка я вам все сказал считаю что часы неплохие и на повседневку именно тому кому нужны хорошие классические часы я бы их мог рекомендовать что можно купить за те же 300 тысяч рублей как за эти сейка да наверное муки 100 до какие но число этого мне например они не очень нравится поэтому я бы себе не купил вот что касается обзора на касио трансформер они скоро будут так у меня появляется то ли чат это начата сейчас я проверю телефон может немножко потрястись извините нет новых вопросов и кучу вопросов а я почему-то их не видел очень странно когда будет новый рейн трейд 300 фирм на канале скорее всего не будет были обычные мака были неплохая модель вполне себе можно носить с удовольствием рей скорее всего не будет почему поскольку мало мне их берут и чтобы не лежали не хочется так особенно в титане ушли вперед японцы считает алексей я согласен по качеству титана его обработки и покрытие нет никаких вопросов к японцам все просто идеально hamilton за 35000 точность плюс 4 секунды но это у вас точность вы видимо носите часы на руках вы посмотрите паспортную точность потому что про 4 35 тоже хорошо отзывается роликса на форуме пишут плюс 2 минус 3 секунды не сильно точнее смысл против 200 400 тысяч по мне так за бренд но смотрите ролик с во первых отличается более крутой сталью то есть это тоже нужно учитывать более твердой сталью есть даже истории когда людям рук спасала от того что какие-то там станки не станки застревали а часы и руку спасали людям по поводу точности вы всегда смотрите паспортную точность естественно это допуск для компании чтобы можно понимаете написать 5 секунд в день они будут идти они вас будут идти 6 вы придете в магазин и сдадите часы и компании никуда будет деваться а поскольку механизмы например у хэмильтона у него скорее всего это 24 стандартно до 2424 да по моему то есть она дает насколько я помню те же примерно 25 секунд точности тут в чем еще фишка например год они могут у вас идти нормально на недорогих механизмах а потом начать отставать или спешить а роликса будут долго идти нормально вот еще в чем фишка джишок монокок титан или старше что выбрать мтг б 1000 б что скажешь ну дайте с конца начнем мтг б 1000 б мне был обзор очень давно это замечательные часы они мне очень понравились если конкретно в 1000 б то есть черный на черном каучуковом ремешке я считаю их более целостными по дизайну чем на черном ремешке в светлом корпусе мне не нравится это классные часы хороший механизм хорошая сталь хорошая защита именно джишоковская сапфировое стекло это часы очень удачно я считаю их одними из лучших сейчас на рынке спортивных часов и лучшими до 50 тысяч я советую брать и данный листар что выбрать ответ простой любите потяжелее берите сталь любите полегче берите титан технически технически сам металл титан он более мягкий для руки более как бы теплой да то есть ощущение теплая стали на более холодная все ответ такой джишок монокок если вы имеете ввиду новый гравити мастер тоже был обзор мне понравились эти часы все выполнено на высшем уровне но монокок вот этот новый это это друзья вот это карбоновая структура она очень легкая если вы не привыкли к легким часам не покупайте потому что берешь руки кажется большие лопатообразные часы они легкие и такой не понимаешь первое время конечно к этому привыкаешь но если вы любите часы потяжелее то они вам не подают вообще классная модель берите отлично так юрий частенько смотрю обзоры на другом канале частенько хвалить часы микро брендов таких как китайские бренды но на видео все хорошо на контроль качества них есть но смотрите я отвечу про тисов который у меня был я отвечу про рагон у меня тоже был на обзоре которые стоят примерно по 250 долларов то есть 15 20 тысяч рублей я считаю что они этих денег пауза такая не стоит да там могут написать что стекло сапфировая безель керамика супер лиминового и браслет вроде как стальной там застежка или то и все такое то есть на бумаге все хорошо и механизм могут миоту щетизмскую поставить но друзья когда этим начинаешь пользоваться ну давайте возьмем какой телефон там или еще что-то китайский автомобиль вот то же самое они ломаются посмотрите обзоры на 50-летние эти машины что с ними происходит они как бы не соответствуют качеству ко мне приходил новый тисов все упакован было как положено но он был поцарапан был поцарапан керамический безель который вроде бы не должен царапаться понимаете поэтому ну ответ такой я бы не покупал лучше взять японца за двадцатку можно взять хорошего японца дайвера на саларе где-то даже свечника можно взять с хорошей водозащитой но зачем эти вот тисовы механизмы без да вот таки скажем так идут то есть механизмы беру закупает и ставит поэтому я бы я бы не рекомендовал тем более по ремонту ой посмотрите кто к нам пришел вот такой давай друг иди гуляем и тут работаем поздоровался посмотрел что кушал дальше всегда удивляла как с такими собаками гуляет 10 лет ну ладно итак ответ простой я рекомендую лучше взять японцев за эти деньги вот какие сайка самые ваши любимые часы какие сайка самые любимые знаете у меня вообще сайка никогда не было у меня у детей были сайка у жены были сайка а вот у меня не было почему потому что до 100 тысяч рублей любимых сайка я себе не нашел а дороже но как-то не то чтобы жалко или там нет этих денег не вижу смысла покупать самые любимые мои сайка если вот чтобы я купил сейчас на данный момент часом покажу эту фотографию телефоне найду я думаю вы увидите знаете сейчас я бы купил я думаю что-то вроде сайка астрона почему потому что астрон на 5x53 он стал хорошим я не скажу что лучше чем касио океанов например я ношу касио манта это без gps мне хватает блютуза так вот новые сайка стали хорошие и я бы себе взял астрон сейчас покажу какой на новом калибре 5x53 вот смотрите синий циферблат не знаю видно нет такого плана таком корпусе ретро и не скажу что он мой любимый но если бы мне сказали купи себе астрон я бы купил себе или купи себе сайка вы купил себе такие часы когда я буду немножко постарше таким скажем стартером я бы себе выбрал гранд сайка скорее всего это были бы часы трехстрелочники на браслете с каким-нибудь рифленым циферблатом типа sbg 211 спринг драйв и циферблат бумага то есть что-то было бы подобное новый ретроградный арен стоящая модель в италии был у нас обзор модель стоящая смело можно брать красивые качественно сделанные хорошие часы я считаю своих денег стоит синий очень красивые еще про титан дополню что они анти аллергик да согласен елена спасибо за дополнение но вы знаете например если взять компанию сайка туда же на остальные часы не наносит как покрытие comfatex которая дополнительно защищает аллергиков от раздражения gdm точно в японии производится или китайоза путаете немножко gdm этот japan domestic market то есть продажа то есть часы для продажи на рынке в японии есть made in japan есть все остальное made in japan производится в японии все остальное соответственно производится в китае сингапуре малайзии и таланде где там у них заводов много извините gdm это продажа на внутреннем рынке японии причем японии могут продаваться часы как сделаны в японии так и не сделаны в японии но говорят что контроль качества для продажи на рынке в японии все-таки выше даже если сделано в китае добрый день какая по вашему замен какая по вашему мнению замена касатки современные касатки манти что сейка солиднее кассе а алексей рекламу них лучше да алексей у сейка реклама лучше без фон маркетинг лучше лучше ли они касио ну я бы поспорил нужно брать конкретные модели сравнивать но если взять например gps модели считаю что касио стали в стане gps все-таки получше если взять механику то у кассио в механике вообще нет да если взять обычный кварц например с 100 и какой-нибудь кварц от сейка по моему мнению что кассио будет тоже получше так по поводу замене касатки не пойму вопроса дмитрий честно касатка касатка может быть я что-то путаю нет не знаю чего вы спрашиваете меня перед фразировать пожалуйста кстати 27 минут уже с вами поговорили будем сейчас закругляться добрый день когда появится новая маргане по цвету а по механизму аренд мак excel стоящие часы ред мак excel и обычные часы на механике за свои деньги да можно взять по поводу gst b200 на обзоре будет или нет будет но чуть позже и по поводу маргана новом механизме маргане как все топ часы выходит не очень часто и последний механизм был анонсирован в прошлом году а до этого три или четыре года было часам поэтому я думаю что нового механизма ждать не стоит сейчас механизм имеет у нас три в этом чем то есть тройную синхронизацию gps bluetooth и multiband 6 то есть радиосинхронизацию поэтому сейчас на самом деле все что есть же шоках в маргане есть поэтому я думаю ближайшие года два нового механизма на маргане будет будут корпуса выполнены по каким-нибудь прикольным технологиям то есть лимитки и так далее так далее baby g на обзоре владимир но как правило baby g это часы все-таки женские поскольку небольшие либо для детей и они не очень пользуются популярностью поэтому редко не у нас бывает если вдруг кто-то закажет и они через меня пройдут на обзоре не обязательно будут начинаем заканчиваться заканчивайте так купил в тик так мире casio g2000 очень доволен спасибо носить на здоровье b200 уже есть продажи в рф антон нет антон b200 в рф продажи нет но не есть продажи в китае в японии простите но собрана не в китае если что стальная версия будет стоить 28 тысяч рублей на ремешке на кучу 26 если хотите давайте закажем сделаем обзор и он делал скидку 1000 рублей на любые из этих часов можете прямо написать мне на телефон на почту вот в подписи видео все будет так все вопросы заканчиваются и 30 минута заканчивается 2 секунд осталось всем спасибо что смотрели кто еще не посмотрел в прямом эфире спасибо что загрузите посмотрите все эти 30 минут моего разглагольствования всем спасибо до новых встреч я думаю частенько будем с вами встречаться если будет позволять время все всем пока носите самые лучшие часы всем пока друзья завершаем трансляцию ой ёлки-палки